Дуэта клоунов Они продолжают знакомить публику со своими морскими приключениями. Как писали газеты сто лет назад, восторг публики не поддавался описанию. А вот что клоуны говорили ранее по завершении спектакля. Взрослые погрузились в подсознание детей. Дети погрузились в подсознание своих домашних животных. И получилось какое-то вот такое... Полное подсознание. Полное подсознание. В Иерусалимской русской городской библиотеке выступил Юрий Лебедев, московский ученый, биограф советского разведчика Жоржа Абрамовича Коваля. 25 декабря 1913 года в нем рождается сын, которого называют Жорж, который, как мальчишка американский, в общем, вполне обыкновенный, нормальный. Он очень умный, развитый, проявлял большие способности. Есть вырезки из американских газет, в которых молодой человек Коваль, краса и гордость Айовского колледжа, он участник диспутов, философских встреч и так далее, и так далее. Время идет. В Америке начинается Великая депрессия. Отец теряет работу. Жорж в это время уже студент 2-го курса Айовского университета по специальности электротехника. Он также вынужден оставить учебу, потому что не хватает средств. И отец в это же время является активным участником такой организации ИКОР. Организацией, которая содействовала реэмиграции евреев в Советский Союз. И в 1932 году семья Ковалей возвращается обратно в Советский Союз. Естественно, ехали с энтузиазмом. Вообще, семейное предание говорит, что они собирались вернуться на родину. В Белоруссию. Но это было вообще невозможно абсолютно, потому что Телеханы в то время принадлежали Польше. Поэтому их направили в Бирбиджон. Понятно. В столицу еврейской автономной области. В 1934 году у него уже все выправлено, приезжает он вовремя и поступает в Московский химико-технологический институт. В мае месяце 1939 года происходят такие события. В комитет комсомола вызывают Джорджа в комитет комсомола и говорят, надо явиться на Старой площади. Зачем являться, я же еще не коммунист. Ну, ты и иди, а там тебе расскажут. Эту картинку я рисую по воспоминаниям очень также известного атомного разведчика Барковского. От Джорджа Абрамовича мы этого не слышали никогда. Это, так сказать, мои сопоставления, документы, что он попал именно в этот набор Барковского. Так вот, там на Старой площади проходит собеседование. Причем собрана молодежь из всех технических вузов Москвы. Никто ничего не понимает, проходит собеседование. Индивидуальное? Да, собеседование индивидуальное. То есть какое-то собрание, а потом сидите в коридоре, вас вызовут. Проходит собеседование, и это был набор разведчиков. Как разведчик, который получил задание, он получил задание по линии химической разведки. В то время Соединенные Штаты Америки в химическом оружии занимали очень ведущие позиции. Химического оружия боялись все страны, и информация об этом была, конечно, крайне важна. Но в конечном счете Жорж Коваль попал на секретнейший объект, где занимались разработкой американской атомной бомбы. И никто в течение десятилетий в Московском химико-технологическом институте не знал, что преподаватель Жорж Коваль, запечатленный на доске почета, знаменитый разведчик, удостоенный многих государственных наград. Субтитры создавал DimaTorzok Израиль, мусульмания и современная Германия. Такая тема прозвучала в лекции немецкого историка Корнелии Герстенмайер, которую она недавно дала в Иерусалимском доме наследия улиц Вегринберга. Проявление антисемитизма – это когда мы это чувствовали все, без исключения. Мы это часто ощущаем. В смысле антисемитизм, да? Мы знаем этот феномен. Мы же друзья Израиля, как друзья, мы вправе критиковать свои друзья. На самом деле мы антисемитисты, но мы же не антисемитизм. Антисемитизм понятно, да, вам всем это понятно, что это такое. И вот это процветает. Особенно в Швейцарии, но в Германии тоже. Швейцария еще хуже процветает. В Европе вообще процветает. Но у немцев это особенно, конечно, ужасно. Вот проявления таких жутких, почти уже на грани эксцессов, были во время второй интефады. Тогда это было ужасно. И тогда, поскольку в Германии живут особенно многие евреи, из советских, постсоветских республик тоже, там стали, там стали избиения евреев, но не от немцев пока что, а от стороны курдов, турков и так далее. Вы знаете, как немецко-берлинская полиция реагировала? Они, скажем, призывали евреев снять все, ну, Кипа, Магендавит, прочее, прочее, ну и все, и больше они ничего не сделали для защиты. Вот так. Я не скажу, что это антисемитизм, это они такие во всем. Ну, раньше одевали Магендавит, а теперь снимали. Ну, нет, сейчас, да, но нет, слушайте, с тех пор стал терроризм и в Европе, и в Америке, и более. Так что сейчас это Ливанская последняя война. Конечно, смейте эти, ах, это несчастье, и так далее. Но это уже не так страшно, как было пять лет тому назад. С тех, они все-таки дошло, что не спала, это, может быть, не совсем хорошо. И Хамас, это тоже не совсем хорошо. Вот милый Арафат и милый Фатах, да, это было хорошо, но Хамас, это не хорошо. Так что, потом, конечно, они стали бояться исламистов. И они понимают, что не то... Они же говорили, евреи во всем виноваты. То есть Израиль, конечно, и сиянизм, потому что из-за того, что есть эта проблема с палестинцами, и поэтому эти униженные арабы никакого другого выбора не имеют, чем бомбить нас. И в Нью-Йорке, и так далее. Но сейчас это все-таки становится немножко меньше. И многие люди в Германии, особенно в Германии, считали, что в Нью-Йорке 11 сентября, что это Моссад. Да, каждый по-своему. Это Борж или Моссад. Почему это я не могу вам объяснить? Я этого не слышала, но то, что это проявление не только тоталитаризма, но именно фашистского тоталитаризма, это специалисты понимают. Не специалисты этого не понимают, но специалисты это понимают. Уже понимают.